Всем большой привет, друзья! Сегодня будет влог. Я сейчас нахожусь на кухне, завтракаю. На завтрак у меня овсяная кашка, сваренная на водичке. Здесь у меня на столе, сейчас вам так попробую показать, какие-то фруктики, яблочки, здесь чернослив, вишня, курага даже есть. Сейчас идет пост, поэтому особо себя так ничем не побалуешь, кроме каких-то сухопруктиков. Еще я, кстати, очень часто стала делать просто ягодки замороженные, смешиваю в блендере с бананом, например, клубнику, и очень вкусно тоже пить, добавить какую-то кашку. Хочу вам показать книжечку, которая у меня появилась новая, возможно, кто-то из вас ее уже читал. Я, если честно, вообще не знала даже о существовании таких книг. По-моему, уже вышло где-то около пяти, может быть, четыре. Автор Брюс Кэмерон, книга называется «Жизнь и цель собаки». Это самая первая книга, которая сделала это в автор знаменитом, уже сейчас вышли другие книги. Брюс Кэмерон известный американский писатель и журналист. Настоящую славу ему принес роман «Жизнь и цель собаки». Продержавшийся в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» целых 19 недель. «История одинокого пса, ищущего свои предназначения» тронулся с сайт читателей по всему миру. Эта книга написана от лица собаки, прям мир глазами собаки, очень интересно читать. Даже если у вас есть собака и вам кажется, что вы знаете о ней все, вот прочитав эту книжку, как-то, не знаю, внутри все равно все переворачивается. Вы много чего нового узнаете для себя. Я сейчас стала, кстати, очень активно выкладывать видео в Инстаграме. Вообще Инстаграм я веду активно, поэтому если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что все самые такие главные первые новости я размещаю туда, уже потом вам через какое-то время рассказываю во влогах. И вот выкладывала я пост, когда я что-ли купила эту книжку, сейчас я уже больше чем половину прочитала, и одна моя подписчица сказала мне, что уже вышел фильм по этой книге, немножечко по-другому он называется. Я быстрее стала гуглить в интернете, оказалось, что в Москве фильм выйдет только с 30 марта. Но те, кто этот фильм уже смотрели в других городах, говорят, что он просто великолепный, нужно брать с собой носовые бумажные платки, потому что он очень-очень трогательный, и я с удовольствием жду, конечно же, пойду на этот фильм. Обязательно хочу дочитать эту книжку, и как я ее дочитаю, куплю еще какую-нибудь книгу этого автора. Точно уже не помню, какие там есть, но явно все там написанное про собак. Вот, советую вам всем рекомендую, очень легко читайте. Я ее покупала в Москве у нас в книжном магазине «Читая город». Стоила она 400 рублей. Хочу вам показать вот такие вот интересные камушки, нам их подарили. Ну, просто, может быть, кому-то будет интересно тоже узнать. Я вообще о таком не слышала. Это камни для очистки воды. Такая коробка, в ней находятся 5 пакетиков. В этих пакетиках различные камушки. Вот так вот они называются. Горный кварц, розовый песок. Да, вот они выглядят. Здесь мы половину использовали. В общем, суть в том, что вы, сейчас я вам переверну, здесь покажу. Вы насыпаете эти камушки в какой-нибудь графин, заливаете водой, настаиваете их 2-3 дня. Вот, залить 5 литрами воды, если, соответственно, пол пакетика, можно там и 2 литра. Потом пьете как пищевую воду, и можно постоянно доливать в этот графин воду на протяжении 5-6 месяцев. Я сначала очень обрадовалась, думала, блин, прикольно. Вот здесь вот можно почитать, сколько всего полезного в этих камушках. В итоге я все сделала по инструкции. Когда воду попробовали, вода дает каким-то таким неприятным запахом. Возможно, какой-то из этих камней дает такой эффект. Но пить ее, честно говоря, мне не понравилось. Реально пахнет какой-то серой. Возможно, это полезно. Возможно, это просто какая-то пустышка. Но было интересно попробовать. Вот расскажите, может быть, кто-то из вас тоже таким пользовался. Вообще, вы слышали, я пью воду в основном из 5-литровых канистр. Покупаем шишкин лес, акваминерали, какую-то такую. У нее никакого запаха нет. Очень приятно пить. А вот это, конечно, вся история, на мой взгляд, довольно-таки сомнительная. Хотя сами камушки красивые. И задумка неплохая. Но нет. Если кто-то из вас следит за нами в инстаграме, вы уже знаете, что вот эта вот резиночка стала самой любимой игрушкой Гетсби за последнее время. Я чисто случайно взяла и начала его дразнить этой резинкой. Сначала он вообще никакого желания, внимания, интереса к этой резинке не проявлял. Но потом разыгрался. Ах ты жулик. Удрал. Удрал в коридор. Сейчас я тебя поймаю. Так. Куда это, куда это ты утащил резинку подальше, чтобы хозяйка не нашла. Встал в угол, кстати. Убегает от меня. Так. Это кто зажал резинку? Куда же? Вот. Ну дай я хоть покажу, как ты играешь с ней. Вот, видите, отнимает. Спит с ней. Берет ее в домик к себе, относит, охраняет целыми днями. Лежит. То ли она и настолько ему понравилась за счет вот этого материала. Он массирует себе как-то десна. Ему очень нравится. Она довольно-таки жесткая. Прям-таки не отдает. И что вообще я вам хочу сказать. Многие собаки не играют, не любят игрушки. Как нам кажется с вами на первый взгляд. На самом деле все очень просто. Часто, когда вы показываете собаке игрушку, она сначала может действительно не проявить к ней никакого интереса. И для того, чтобы собака начала играть, нужно ее разыгрывать. Нужно сделать так, чтобы собака заинтересовалась игрушкой. Я когда начала показывать Гетсбе эту резинку, он тоже, я серьезно вам говорю, просто лежал, и ему было все равно. Я начала его дразнить, как-то вот так вот с ним заигрывать. Вот так возить ее по полу, туда-сюда. Он стал за ней бегать, охотиться. А для собаки, что самое главное, это его добыча. Он ее добыл, я бегала за ним, начинала ее отбирать. И в общем, вот так вот он эту резиночку полюбил. И теперь у меня всегда ее отнимает, прячется от меня. И где-то с ней сидит и сторожит ее. Даже когда спит, всегда придерживает ее лапку. Ее даже в Инстаграме тоже выкладывала видео. Можете посмотреть. И как раз в этой книжке, в которой я вам говорила в начале видео, там написано то, что собаке интересно играть в игрушки только тогда, когда на другом конце игрушки есть хозяин. Если вы просто, например, бросите, собачка возьмет эту игрушку, унесет, ну и будет с ней сидеть. А там написано о том, что собаке интересно, когда хозяин тянет эту игрушечку. Когда совершает с ней какие-то вот такие вот различные манипуляции. Это именно то, что собаке нравится. Поэтому не ленитесь. Обязательно хотя бы, не знаю, ну раза три в день, по 15-20 минут играйте со своими собаками, приучайте их к этому. Они после этого становятся очень веселыми. Да, мой маленький? Вот я, настоящий охотник. Как ты играешь? Хоп! Хоп! Ну ладно, все. Неси, неси свою добычу. Неси. Не буду отбирать. Иди. Сегодня у Гельби заболел животик. Он как-то булькает. У него периодически такое случается, когда он что-нибудь подберет с пола, скушает. Потом вот у него начинаются такие проблемы. Как правило, живот довольно-таки громко. Реально такой звук как булькающий происходит. Он ничего не ест. Не могу сказать, что он сильно вялый. Но в то же время, как-то, знаете, к еде он не подходит. Видно, что ему плохо. И когда я его вывожу на улицу, он старается съесть травку. Для того, чтобы, видимо, как-то почистить себе кишечник. Что я делаю в таких случаях? Я беру обычное вот такое вот средство. Называется оно из помизана. Но не для собак, а для нас с вами. Такое жидкое средство внутри. Его можно так вот потрясти. В общем, такое, как вот жидкая водичка. Беру пипеточку, которая предназначена у меня специально для него. Что ты изглотнул? Не хочешь, чтобы хозяйка тебя лечила? Открываем пузырёчек. Сейчас я поставлю телефон свой на штатив и покажу вам, как я ему даю этот препаратик. От него, действительно, собаке становится легче через какое-то время. И булька не прекращается. Ещё я слышала, что можно давать в таких случаях активированный уголь. Тоже какой-нибудь прям совсем небольшой кусочек. Здесь бежелёк расстроился. Да, понял, что сейчас хозяйка будет давать, скажи, какую-то гадость. Не хочу. Ты расстроился? Ничего страшного, зато у тебя животик пройдёт. Берём вот так вот пипеточку. Наклоняем пузырёчек и зажимаем в пипеточки вот эту часть для того, чтобы жидкость у нас попала внутрь. Оп! Ну, вот видите, сколько. Буквально пару капелек. Так, нам надо ничего не разлить. Закрываем наш препаратик. И теперь самое главное. Конечно, собака будет отпираться. У кого-то, может быть, будет кусаться. У меня он спокойный. Но всё же ему трудно залить эту жидкость. Открываем вот так вот руками рот. И заливаем. Смотрим, чтобы собака всё проглотила, не выплюнула. Выплюнула ещё чуть-чуть. Всё, молодец! Вот так вот, друзья, всё очень просто. Похвалите собаку, обязательно говорите, какой он молодец! Справился совсем, да? Всё, сейчас пройдёт полчасика, и животик, возможно, перестанет булькать. Действительно, такой хороший способ. Вот мне этот препарат ещё посоветовала заводчица. Когда я только-только купила Гезби, мы его привезли домой, и у него жутко начал булькать живот. Мы очень сильно испугались, сразу стали ей звонить. И она рассказала, что да, такое бывает у собак. Ну, видишь, как вкусно! Даже пипетку лизнул. Ты мой маленький! Она нам рассказала, что у собак такое бывает, и вот можно использовать такое вот средство. Главное, чуть-чуть. Смотрите, много не давайте, потому что вес у наших с вами собак, если у вас шпиц очень маленький, если у вас большая собака, то, конечно же, тут уже можно и целую пипетку давать. Смотрите сами. Хочу немножко с вами поболтать. Гецби меня, видите, с больным животиком. Умлек в стороночку. Кто следит за мной в ВКонтакте, вы знаете, что была у нас группа Блог на счастье. Там периодически я устраиваю различные конкурсы. Был конкурс на рисунки. Нужно было нарисовать счастье, как вы его видите. Что для вас счастье тоже в каком-то из блогов предыдущих. Я вам об этом конкурсе рассказывала. Огромное спасибо всем, кто принял участие. Было очень много замечательных рисунков. Я сохранила их себе, я сохранила их в группе. Потом, возможно, что-то даже распечатаю. Сначала у меня был один победитель. Я написала девочке о том, что готова отправить ей посылку. Ну, не знаю, по каким-то своим личным причинам. Почему-то принять посылку она не могла. Она мне не оставила свой адрес. Поэтому я выбрала второго победителя. Им стала Лада Зайцева. Огромное спасибо тебе за твой рисунок. Я вам вставлю, кстати, возможно, в конце видео, все рисунки, которые были присланы на этот конкурс. Они действительно были очень классные. Лада рисунок я вам вставлю сейчас. Отправляю сегодня посылочку. Призы, которые обещала, дневник. Все обо мне. Очень такой классный. Вот такую вот мочалку губка-губок. Конфеточка вот такая вкусная, благотворительная. С чем она у нас? С клубничкой. Тоже многие из вас мне написали, что оказывается покупайте такие конфеты. Продаются они у вас в магазинах. Еще у меня очень давно была такая идея приобщать вас тоже к благотворительности. Я вам тоже не раз говорила в своих видео. И вот недавно я наткнулась на проект, который называется Добро почта. Я вам о нем обязательно сниму отдельное видео. Но сейчас покажу. Вот такой у них логотипчик. Посмотрите, есть у них и сайт. Почитайте, чем они вообще занимаются. Они производят различные открыточки, покупая которые вы непосредственно помогаете вот этими средствами, которые идут в продаже открыток на развитии каких-то тоже благотворительных проектов. Я заказала у них набор открыток, которые буду класть вам в посылки. Не обязательно кто заказывает блокнотики, даже кто будет участвовать в конкурсах, выигрывать. В общем, все посылки, которые вы будете получать от меня, будут сопровождаться вот такими наборчиками. Здесь у нас идет с вами конверт, открытка и марка. Вам нужно будет только написать адрес, куда вы хотите отправить открытку и вложить письмо. Конечно, вы можете отправить такое письмо просто кому-то из своих близких, подруг, друзей, но также есть очень много людей, которые находятся в трудных ситуациях, но оставляют свои адреса тоже на этом сайте, Добро Почта, и они хотят с кем-то общаться, просто получить от кого-то весточку. Очень много родителей, у которых нездоровые дети, оставляют такие просьбы о том, чтобы им писали просто письма, ребята такие же сверстники, чтобы как-то их поддерживать. Поскольку я сегодня отправляю впервые вот такой вот подарочек, можно сказать, которым мы с тобой вместе, ладно, сможем поучаствовать, сделать какое-то доброе дело, я этот набор купила, ты его просто кому-то отправишь. Если тебе будет интересно, я тебе обязательно оставлю контакт, напиши мне в личные сообщения ВКонтакте, если ты хочешь, я тебе дам список координат, адресов людей, которым ты можешь написать такое письмо. Ты просто берешь вот эту марку, здесь у нас марка на 19 рублей, насколько я помню, как раз таки отправить письмо вот такое в конвертике стоит 19 рублей. Ты ее просто вот сюда вклеиваешь в уголочек, подписываешь, подписываешь открытку, можешь вложить какое-то свое письмо и отправляешь. Все, от тебя ничего не нужно, будет действительно такое доброе дело. Если раньше ты не занималась такими вещами, то вот впервые можешь сделать это вместе со мной. Мне будет вообще очень-очень приятно, если кто-то из вас тоже приобщится ко всему этому, и мы будем с вами делать добрые дела вместе. Также для участников конкурса, которые заняли у меня второе место, я обещала в одном из видео передать вам большой привет, также показать ваши работы своим зрителям. Итак, сегодня я хочу передать привет Екатерине Ивановой. Огромный тебе привет от нас в Гетсби. Большое спасибо, что проявляешь интерес к нашей группе, не постеснялась, отправила свою работу. Рисунок, он действительно был очень такой классный, душевный, нам он очень-очень понравился. И второй победитель у нас Даша Герасимова. Дашенька, мы в Гетсби тоже передаем тебе большой привет. Большое тебе спасибо за участие. Ты очень талантливая девочка, мы обязательно сохраним твой рисунок и желаем тебе всего только самого и наилучшего. Так что вот такие, друзья, у нас дела на сегодня. Я думаю, это всё. Будем с вами прощаться. Обязательно пишите о том, как у вас дела. Рассказывайте, если есть чем поделиться с нами, со мной. Мне всегда интересно читать ваши комментарии, особенно какие-то длинные истории. Под прошлым видео мы получили от вас очень много таких больших рассказов о том, как вам удалось уговорить родителей, купить собаку. Какие способы были у вас, вы делились своими советами, историями. Было очень приятно читать. Я вообще обожаю так вот читать какие-то такие истории, знакомиться с вами. Мне это очень-очень интересно. Поэтому, друзья, кому хочется просто вот общаться, пишите. Я вам всегда отвечу. Действительно стараюсь на какие-то такие полные, развернутые сообщения всегда отвечать. Вконтакте у меня сейчас, конечно, очень много сообщений, поэтому, к сожалению, я уже могу просто не увидеть ваши сообщения. Но на Ютубе мне на самом деле даже проще порой читать сообщения под новыми видео. Под старыми видео тоже периодически бывает, что сообщения куда-то улетают, их там уже не найдем. Будем прощаться с вами, да, малыш? Будем лечить животик. А я сейчас поеду заниматься полезными вещами, о которых расскажу вам и в следующем видео. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok